Слава тебе, Боже наш, слава тебе! Святый Божий, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресное, во веки веков! Аминь! Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наше, Владыка, прости беззаконие наше, Святый по сети и исцели немощи наше имя Твое, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне пресное, во веки веков! Аминь! Отче наш, сущий, на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, когда небеси и на земле, и хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наше, entonces мы оставляем должником нашим, и не ведя на свое искушение, но избави нас от луковогоesh garbage. Ибо то есть Царство и Сила и Слава во веки. Аминь! Господи, милой Господи. Придите, поклонимся, царевю нашему Богу. Придите, поклонимся, и преподим, Христу цареве нашему Богу. Придите, поклонимся, и преподим, славу Богу, Христу цареве и Богу нашему. Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которым и явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении сорока дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. И собрав их, Он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня. Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым. Посему они, сойдясь, спрашивали Его, говоря, не все ли время, Господи, восстанавливаешь Ты Царство Израилю? Он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло Его из вида их. И когда они смотрели на небо во время восхождения Его, вдруг предстали им два мужа в белой одежде, и сказали, мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Тогда сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо. Тогда они возвратились в Иерусалим с горы, называемый Илеон, которая находится близ Иерусалима, в расстоянии субботнего пути. И придя, взошли в горницу, где и пребывали Петр, Яков, Иоанн и Андрей, Филипп и Фома, Варфоломей и Матфей, Яков, Алфеев и Симон, Зелот и Иуда, брат Якова. Все они единодушно пребывали в молитве и молении с некоторыми женами и Марией, матерью Иисуса, и с братьями Его. И в те дни Петр, встав посреди учеников, сказал, было же собрание человек около ста двадцати, мужи, братья, надлежало исполниться тому, что в Писании предрек Дух Святой устами Давида об Иуде, бывшем вожде тех, которые взяли Иисуса. Он был сопричислен к нам и получил жребий служения сего. Но приобрел землю неправедную мздоем, и когда не злинулся, расселось чрево его, и выпали все внутренности его. И это сделалось известно всем жителям Иерусалима, так что земля-то на отечественском их наречии названа Акелдана, то есть земля крови. В книге же Псанов написано, да будет двор его пуст, и да не будет живущего в нем, и достоинство его да примет другой. И так надобно, чтобы один из тех, которые находились с нами во все время, когда пребывал и обращался с нами Господь Иисус, начиная от крещения Анна до того дня, в который Он вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения Его. И поставили двоих, Иосифа, называемого Савою, который прозван Иустом, и Матфея. И помолились и сказали, Ты, Господи, сердцеведец всех, покажи, из всех двоих одного, которого Ты избрал, принять жребий сего служения и апостольства, от которого отпал Иуда, чтобы идти в свое место. И бросили они жребий, и выпал жребий Матфею, и он сопричислил к одиннадцати апостолам. При наступлении Дня Пятьдесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущего сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные, и всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришло смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречия. И все изумлялись и дивились, говоря между собою, все их говорящие, не все ли галилеяне? Кажем мы слышим каждое собственное наречие, в котором родились. Парифяне и Медяне, и ламиты, и жители Месопотамии, и иудеи, и Каппадокии, Пунта и Асии, Фриги и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Керинеи, и пришедшие из Рима, и иудеи, и презелиты, Критяне и Аревитяне, слышим их нашими языками, говорящих о великих делах Божиих. И изумляли все, и не надоумевая, говорили друг другу, что это значит. А иные, насмехаясь, говорили, они напились сладкого вина. Петр же, встав с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил, мы же иудейские, и все живущие в Иерусалиме, сие да будет вам известно, и внимайте словам моим, они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня. Но это есть, привлеченное пророком Явилем. И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши с наведениями вразумляемо будут, и на рабов моих, и на рабынь моих, в те дни излию от Духа моего, и будут пророчествовать, и покажу чудеса на небе вверху, и знамения на земле внизу, кровь и огонь, и курение дыма. Солнце превратится во тьму, и луна в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный, и будет всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Мужи израильские, выслушайте слова сии, и Иисуса Назарея, мужа засвидетельствованного вам от Бога, силами и чудесами, и знамениями. Которого Бог сотворил через него среди вас, как и сами знаете. Сего, по определенному совету и предвидению Божию, преданного, вы взяли, и, пригвоздив руками беззаконных, убили. Но Бог воскресил его, расторгнув ужас смерти, потому что ей невозможно было удержать его. Ибо Давид говорит о нем, видел я перед собой Господа всегда, ибо Он одеснует меня, дабы я не поколебался. Оттого возрадовало сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя упокоится в уповании. Ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твое увидеть ление. Ты дал мне познать путь жизни, ты исполнил меня радостью пред лицем твоим. Мужи и братья, да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер, и погребен, и гроб его у нас до сего дня. Будучи же пророком, и зная, что Бог всклятывая обещал ему отплодать через слово воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его, он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлено душа его в аде, и плоть его не видела тления. Всего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели. Итак, Он, быв вознесен в Десницу и Божию, и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Ибо Давид не вошел на небеса, но сам говорит, сказал Господь Господу моему, сиди, деснуй меня, доколе положу врагов твоих под ноженок твоих. Итак, твердо знай весь дом Израилев, что Бог садил Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли. Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья. Петр же сказал им, покайтесь, и докрестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. Ибо вам принадлежат обетования и детям вашим, и всем дальним, кого не призовет Господь Бог наш. И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря, спасайтесь от рода сего развращенного. Итак, охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч. И они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. Был же страх на всякой душе и много чудес и знамений совершилось через апостолов в Иерусалиме. Все же верующие были вместе и имели все общее, и продавали имение и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. И каждый день единодушно пребывали в храме, и преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа, Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви. Лицы и пренебрегаемые были в ежедневном раздавении потребностей. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам оставить слово Божье, ищешь о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и Мудрости, и их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. И угодно было это предложение всему собранию, избрали Стефана, мужа исполненного верой и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Бармена, и Николая, и Антиархийца, обращенного из язычников. Их поставили перед апостолами, и сии, помолившись, разложили на них руки. Слово Божье рослое, и число учеников весьма умножилось в Иерусалиме, и из священников очень многие покорились вере. А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги ибертинцев, икеренийцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии, и Асии вступили в спор со Стефаном. Но не могли противостоять мудростью духа, о котором он говорил. Тогда научил он некоторых сказать, мы слышали, как он говорил хуйные слова на Моисея и на Бога, и возбудили народ из старейшины книжников, и напав, схватили его, и повели в Синандрион, и представили должных свидетелей, которые говорили, этот человек не перестает говорить хуйные слова на святое место сие и на закон. Ибо мы слышали, как он говорил, что Иисус на заре разрушит место сие и переменит обычаи, которые передал нам Моисей. И все сидящие в Синандрионе, смотря на него, видели лице как лице ангела. Тогда сказал первосвященник, так ли это? Он сказал мужик, братья и отцы, послушайте, Бог слава. И явился отцу нашему Аврааму вместо месопотами прежде переселения в Игоф Харан. И сказал ему, выйди из земли твоей и из родства твоего и из дома отца твоего и поеди в землю, которая покажет тебе. Тогда он вышел из земли хаудейской и поселился в Харане. Оттуда по смерти отца его прислали его переселили его Бог и сию землю, в которой вы ныне живете, и не дал ему на ней наследство, не на стопу ноги, она обещала дать ее владение ему и потом стопу Иго. Помню, когда еще был он бездетен и сказал ему Бог, что потом Иго будут прислали вселенцами чужой земли и будут порабощения и притес не не патриархи по зависти продали Иосифа и Египет, но Бог был с ним и избавил его от всех скорби и даровал мудрости и богсловения царя египетского фараона. Который поставил начальником над Египтом и над всем домом своим. И пришел голод и великая скорбь на всю землю египетскую и ханаанскую и отцы наши не находили пропитания. Иаков же услышав, что есть хлеб в Египте, послал туда отцов наших первый раз. И когда они пришли во второй раз, Иосиф открылся братьям своим и известным стал фараон урода Иосифов. Иосиф, послав, призвал отца своего Иакова и все родства свое, душ 75. Иаков перешел в Египет и скончался там и отцы наши. И перенесены были в Сихем и положены во гробе, которые купил Авраам ценой серебра у снов Емора Сихемова. А по Америку приближалось время исполнен цепетованию, о котором клялся Бог Аврааму, народ возрастал и умножался в Египте. До тех пор, как восстал иной царь, который не знал Иосифа. Сей, ищерясь против народа нашего, протестил отцов наших, вынуждая их бросать детей своих, чтобы не оставались живых. В это время родился Моисей и был прекрасен перед Богом. Три месяца он был питаем в доме отца своего. А когда был брошен, взяла его дочь фараонова и воспитала у себя как сына. И научен был Моисей всей мудрости египетской и был силен в словах и в делах. Когда же исполнился ему сорок лет, пришло ему на сердце посетить братья своих, сынов израилевых. И увидев одного из них обижаемого вступился и отомстил за оскорбленного, поразив египтянина. Он думал, поймут братья его, что Бог рукой выдает ему спасение, но они не поняли. На следующий день, когда некоторые из них дрались, он явился и склонял их к миру, говоря, вы братья, зачем обижаете друг друга? Но обижающий ближнего оттолкнул его, сказав, кто тебя поставил начальником судьей над нами? Не хочешь ли ты убить и меня, как вчера убил египтянина? От всех слов Моисей убежал и сделался прищельцем в земле Медианской, где родились от него два сына. По исполнению сорока лет явился ему в пустыне горы Синая, ангел Господень в пламени горящего тернового куста. Моисей увидел удивился видением, а когда подходил рассмотреть, был к нему глаз Господень. Я Бог отцов твоих, Бог Авраама и Бог Исаака, Бог Иакова. Моисей объявил трепетом и не смел смотреть. И сказал ему Господь, сними обувь ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая. Я вижу притеснение народа моего в Египте, и слышу тянание его, и не пришел избавить его. Итак, пойди, я пошлю тебя в Египет. Всего Моисея, которого они отвергли, сказав, кто тебя поставил начальником и судьей, сего Бог через ангела, явившего его в твердом новом кусте, послал начальником и избавителем. Сей вывел их, здоровив чудеса и знамения в земле египетской и в черном море и в пустыне в продолжении сорока это тот Моисей, который сказал сынам Израилевам, пророк воздвигнет вам Господь Бог, ваш из братьев ваших, как меня, его слушайте. Это тот, который был в собрании пустыни с ангелом, говорящим ему на горе Синаи и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы передать нам, которым отцы наши не хотели быть послушными, но отремливые обратились сердцами своими к Египту, сказав Аарону, сделай нам богов, которые происшествовали бы нам, ибо с Моисеем, который вывел нас из земли египетской, не знаем, что случилось, и сделали все дни тельца, и принесли жертву идолу, и веселились перед делом рук своих. Бог же отвратился и оставил их служить воинству небесному, как написано в книге пророков. Дом Израилев, приносили ли вы мне закаление жертвы в продолжении сорока лет пустыни? Вы приняли Скинию Молохову и звезду Бога вашего Ремфана, изображение, которое вы сделали, чтобы поклоняться им, и я переселю вас далее Вавилона. Скиния свидетельства была у отцов наших пустыни, и повелел говорившей Моисею сделать ее по образцу им виденному. Отцы наши с Иисусом взяв его внесли во владение народа, изглавленных Богом от лица отцов наших. Так было до дней Давида. Сей обрел благодать перед Богом и молил, чтобы найти жилище Бога Ивакова. Соломон же построил ему дом, но Всевышний не в рукотворенных домах храмах живет, как говорит пророк. Небо престол мой, земля под ножей ног моих. Какой дом садишь дите мне, говорит Господь, или какое место для покоя моего? Не моя ли рука сотворила все сие? Жестоковые люди, с необрезанным сердцем и ушами, вы всегда противились духу святому, как отцы ваши, так и вы. кого из пророков не гадали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие праведника, которым предательным убийцам сделались ныне вы. Вы, которые приняли закон прислужения ангелов и не сохранили. Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога. И сказал, вот я вижу небеса отверстия и сына человеческого стоящего одесную Бога. Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно стремились на него. Ловили загород и стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савва. И побивали камнями Стефана, который молился и говорил Господи Иисусе, прими дух мой. ему громким голосом, Господи, не вминием греха сего. И сказал все, почи. Савва же одобрял убиение его. В те дни произошло великое гонение на церковь Иерусалима и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам иудеи и самарист. Стефана же погребли мужа богоговейны и делали великий плач по ним. А Савва терзал церковь, ходя в дому и влача мужчина и женщина дал в темницу. Народ единордушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творят чудеса. И в нечистые духи из многих одержимых имени выходили с великим воплем, а многие расслабленные храмы исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некий муж, некоторый муж именем Симон, который перед тем волхвовал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все от малого до большого, говоря, сей есть великая сила Божия, а внимали ему, потому что он немало времени изумлял их волхвованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились мужчины и женщины. Веровал и сам Симон, и крестившись, не отходил от Филиппа, и видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что самаряне приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые придя помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ибо он не сходил еще ни на одного из них, а только они были крещены во имя Господа Иисуса. Когда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого, Симон же увидев, что через возложение рук апостольских подается Дух Святый, принес им деньги, говоря, дайте им мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого. Но Петр сказал ему, серебро твое да будет погибель с тобою, потому что ты помыслил дар Божий получить за деньги. Нет тебе всем части и жребия, ибо сердце твое неправо перед Богом. Итак, покайся всем грехе твоем и молись Богу, может быть, отпустится тебе помысл сердца твоего, ибо вижу тебя исполнено горькой желчи в узах неправды. Симон же сказал в ответ, помолитесь вы за меня, Господу, дабы не постигла мне ничего изданного, сказанного вами. Они же за свидетельствах и проповедов Слов Господня обратно пошли в Иерусалим и во многих селениях самарийских проповедовали Евангелие. А Филиппу ангел Господень сказал, стань и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и пошел, и вот, муж, эфиоплянин, евнух, вельможа, кандаки, царице эфиопской, хранитель всех сокровищ, приезжавшего в Иерусалим для поклонения. Возвращался, сидя на колеснице своей, читал пророка Исаию. Дух сказал Филиппу, подойди и пристань к сей колеснице. Филипп подошел и услышал, что он читает пророка Исаию, сказал, разумеешь ли, что читаешь? Он сказал, как могу разуметь, если кто не наставит меня, и попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из Писания, которое он читал, было сие. Как овца, веденого, был он на заклане, и как агнец, пристрогущим его, безгласен, так и он не отвязает уст своих. В уничижении его суд свершится, но род его кто разъяснит, ибо вземлится от земли жене его. Иерусалим и сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это, о себе ли, или о ком другом. Филипп отверз уста свое, и начав от всего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и Иерусалим сказал, вот вода, что препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему, если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ, верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и Евнух, и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый сошел на Евнуха, а Филипп восхитил Ангел Господень, и Евнух уже не видел его, и продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в Азоте, и проходя в благовествов Петр пришел в Иерусалим, обрезанные упрекали его, говоря, ты ходил к людям необрезанным и ел с ними. Петр же начал пересказывать им по порядку, говоря, в городе опи я молился и в выступлении видел видение. Сходил в некоторый сосуд, как бы большое полотно, за четыре угла спускаемое с неба, и спустилось ко мне. Я посмотрел в него, и рассматривая увидел четвероногих земных зверей, пресмыкающихся в птиц небесных, и услышал я голос, говорящий мне, встань, Петр, заколи и ешь. Я же сказал, нет, Господи, ничего скверного или нечистого никогда не входило в уста мои. И отвечал мне голос вторично с неба, что Бог очистил, того ты не почитай нечистым. Это было трижды, и опять поднялось все на небо. И вот в тот самый час три человека стали перед домом, в котором я был посланный из Кесарии ко мне. Дух сказал мне, чтобы я шел с ними, немало не сомневаясь. Пошли со мной и сии шесть братьев, и мы пришли в дом того человека. Он рассказал нам, как он видел в доме своего ангела святого, который стал, и сказал ему, пошли вы и людей призови Симона, называемого Петром. Он скажет тебе слова, которые спасешься ты и весь дом твой. Когда же начал я говорить, сошел на них Дух Святой, как и на нас в начале. Тогда вспомнил я слово Господа, как он говорил, Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым. Итак, если Бог дал им такой же дар, как и нам, уверовавшим в Господа Иисуса Христа, то кто же я, чтобы мог воспрепятствовать Богу? Выслушав это, они успокоились и прославили Бога, говоря, видно, и язычникам дал Бог покаяние в жизнь. Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии, Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них киприяне и киринейцы, которые, придя в Антиохию, говорили Еленам, благовестуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число у веров обратилось к Господу. Дошел слух о всем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый и исполнен Духа Святого и веры. И приложил издовольный народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тавс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами. В те дни пришли из Иерусалима в Антиохию пророки. И один из них по имени Агав встав предвозвестил духом, что по всей вселенной будет великий голод, который и был при кресаре Клавдии. Тогда ученики положили каждый по достатку своему послать пособие братьям живущим в Иудее. Что и сделали, послав собранное пресвитером через Варнаву и Савла. В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло, и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом. Видя же, что это приятно иудеям, вслед за тем взял и Петра. Тогда были дни пресноков, и задержав его, посадил в темницу и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу. И так Петра стерегли в темнице. Между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованными двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу. И вот ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, и сказал, встань скорее. И цепи упали с рук его. И сказал ему ангел, опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему, надень одежду твою и иди за мною. Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое ангелом было действительно, а думая, что видит видение. Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собой отворились им. Они вышли и прошли одну улицу, и вдруг ангела не стало с ним. Тогда Петр, придя в себя, сказал, «Теперь я вижу воистину, что Господь послал ангела своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, что ждал народ иудейский». И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились. Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка именем Рода. И, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот. Отец сказали ей, «В своем ли то уме?» Но она утверждала свое. Они же говорили, «Это ангел его». Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились. Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы и сказал, «Уведомьте о сем Иакова и братьев». Потом, выйдя, пошел в другое место. По наступлению дня между воинами, сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром. Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из-за Удея в Кесарию и там оставался. Ирод был раздражен на Тириан и Седанян. Они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону власта, постельную уника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской. В назначенный день Ирод, одевшись царскую одежду, сел на возвышенное место и говорил к ним, а народ восклицал, «Это голос Бога, а не человека». Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер. Слово же Божие росло и распространялось, а Варнава и Савл по исполнению поручения возвратились из Иерусалима в Антиохию, взяв с собою Иоанна, прозванного Марком. Глава 15. Некоторые, пришедшие из Уидеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисею, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немало состязаний у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по всему делу к апостолам и пресвятерам в Иерусалим. Итак, быв провожены церкви, они проходили Финикию, Самарию, рассказывая об обращении язычников и производили радость великую во всех братьях. Но по прибытии же в Иерусалим они были приняты церквью апостолами и пресвятерами и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверст двери веры язычникам. Тогда восстали некоторые с фарисейской ереси, уверовавшие, говорили, что должны обрезать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвятеры собрались для рассмотрения сего дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им, мужи, братья, вы знаете, что Бог одни первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычников услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцеведец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ими, веруя, чистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вы и учеников иго, которые не могли понести ни отцы наши, ни мы, но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они. Только умолкла все собрание и слушала Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. После же того, как они умолкли, начал речь Иаков и сказал, мужи, братья, послушайте меня. Симон изъяснил, как Бог первоначально презрел на язычников, чтобы составить из них народ во имя свое. И сим согласны слово пророка, как написано. Потом обращусь и вас сдам скинью Давидову, падшую, и то, что в ней разрушено, вас создам и исправлю ее, чтобы взыскать Господа, чтобы взыскали Господа прочие человеки и все народы, между которыми возвеститься, имя мое, говорит Господь, творящий все сие. И ведомо Богу от вечности все дела его, посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу изъясничников и написать им, что они воздерживались, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, удавленной и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. Ибо закон Моисеев от древних родов во всем городам имеют проповедующих его и читаются в синагогах каждую субботу. Тогда апостолы и пресвитеры со всей церкви рассудили, избрав из среди себя мужей, послать их в Антиохею с Павлом и Варнавою, именно Иуду, прозываемую Варсавою, и силу мужей, начальствующих между братьями, написав и вручив им следующее апостолы и пресвитеры и братья находящимся в Антиохеи, Сирии, Киликии, братьям из язычников радоваться. По элику мы услышали, что некоторые вышедшие от нас смутили вас своими речами и поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать закон, чего мы им не поручали. То мы, собравшиеся одинодушно рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашим Варнавой и Павлом, человеками, предавшими души свои за имя Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы послали Иуду и силу, которые здесь снят вам тоже и словесно, ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого времени более, кроме всего необходимого. Воздерживаться и от идола жертвенного и крови, и удавленной, и блуда, и делать другим того, чего себе не хотите. Соблюдая сие, хорошо сделаете, будьте здравы. Итак, отправленные пришли в Антиохию и, собрав людей, вручили письмо. Они же, прочитав, возрадовались о всем наставлении. Иуда и Сила, будучи также пророками, обильным словом проповедовал наставление братьям и утвердили и утвердили их. Прибыв там некоторое время, они с миром отпущены были братьями к апостолам. Но Силя рассудилась остаться там, а Иуда возвратился в Иерусалим. Павел же и Варнава жили в Антиохии, учая и благовествуя вместе с другими многими Слово Господне. По некоторым времени Павел сказал Варнаве, пойдем опять посетим братьев наших по всем городам, в которых мы проповедовали Слово Господне, как они живут. Варнава хотел взять с собой Иоанна, называя его Марком, но Павел полагал не брать отставших от них в Памфилии и не шедших с ними на дело, на которое они были посланы. Отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом и Варнава, взяв Марка, отплыл в Кипр. Павел избрав себе силу, отправился быв поручен братьями благодати Божией и проходили сели кельки, утверждая церкви. Дошел он до Дерви и Листры и вот как там был некоторый ученик. Во время пребывания полоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и найдя там некоторых учеников сказал им приняли ли вы святаго Духа уверовал. Они же сказали ему мы даже не слыхали есть ли Дух Святый. Он сказал им во что же вы крестились? Они отвечали во Иоанн на крещение. Павел сказал Иоанн крестил крещением покаяния говоря людям чтобы веровали в грядущего по нем то есть во Христа Иисуса. Услышав это они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки и шел на них Дух Святый и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около двенадцати. Придя в Синагогу он небоязненно проповедовал три месяца беседуя и удостоверяя тиранно. Это продолжалось до двух лет. Так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи так и эллины. Боже творил немало чудес руками Павла. Так что на больных возлагали платки и опоясание с тела его и у них прекращались болезни и злые духи выходили из них. Даже некоторые из китайшихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса говоря заклинаем вас Иисусом которого Павел проповедует. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ Иисуса знаю и Павел мне известен а вы кто? И бросился на них человек в котором был злой дух и одолев их взял над ними такую силу что они ноги и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим Эфесе иудеям и эллинам и напал страх на всех их и величайно было имя Господа Иисуса. Многие же изуверовавших приходили исповедуя и открывая дела свои. А и занимавшись черодейством довольно многие собрав книги свои сожгли пред всеми и сложили цены их и оказалось их на пятьдесят тысяч драгн. С такой силы возрастало и возмогало слово Господне. Когда же это совершилось Павел положил в духе пройдя Македонию и Ахайю идти в Иерусалим сказав побывав там я должен видеть и Рим и послав Македонию двоих и служивших ему Тимофея и Иераста сам остался на время Васии в то время произошел немалый мятеж против пути Господня ибо некто серебряник именем Димитрий делавший серебряные храмы Артемиды и доставлявший художникам немалую прибыль собрав их и других подобных ремесленников сказал друзья вы знаете что от этого ремесла зависит благосостояние наше между тем вы видите и слышите что не только в Эфесе но почти во всей Аси этот Павел своим убеждениям сотворил немалое собратил немалое число людей говорят что делаемые руками человеческими не суть боги а это нам угрожает тем что не только ремесло наше придет в презрение но и храм великой богини Артемиды ничего не будет значить и испроведница величия той которую почитает вся Асия и Вселенная выслушав это они исполнились ярости и стали кричать говоря велика Артемида Эфесская и весь город наполнился смятением схватив македонян Гайя и Аристарха спутников Павловых они единорушно устремились на зрелище когда же Павел хотел войти в народ ученики не допустили его также некоторые из асийских начальников будучи друзьями его пославкому просили не показываться на зрелище между тем одни кричали одно а другие другое ибо собрание было беспорядочное и большая часть собравшихся не знали зачем собрались по предложению иудеев из народа вызван был Александр дав знак рукой Александр хотел говорить к народу когда же узнали что он иудей то закричали все в один голос и около двух часов кричали велика Артемида Эфесская блюститель же порядка утишев народ сказал мужи Эфесские какой человек не знает что город Эфес есть служитель великой богини Артемиды Эдиапета если же в этом нет спора то надо вам быть спокойными и не поступать опрометчиво а вы привели этих мужей которые ни храма Артемидина не обокрали ни богини вашей не хулили если же Демитрий и другие с ним художники имеют жалобу на кого нибудь то есть судебное собрание есть проконсулы пусть жалуются друг на друга а если вы ищете чего нибудь другого то это будет решено в законном собрании ибо мы находимся в опасности за происшедшее ныне быть такой причины которой мы могли бы оправдать такое сборище сказав это он распустил собрание по прекращении мятежа Павел призвав ученика и дав им наставления и простившись с ними вышел и пошел в Македонию пройдя же те места преподав верующим обильное наставление пришел в Еладу там пробыл три месяца когда же по случаю возмущения сделанного против него иудеями он хотел отправиться в Сирию то пришло ему на мысль возвратиться через Македонию его сопровождали до Асии Сасипатр Пирр Вериянин и из Фессалоникийцев Аристар и Секунд и Гий и Гай Деревянин и Тимофей и Осейцы Тихий и Трофим они пройдя вперед ожидали нас в Траде а мы после дней отресночных отплыли из Филиппа и дней в пять прибыли к ним в Траду где пробыли семь дней пробыли семь дней в первый же день недели когда ученики собрались для преломления хлеба Павел намереваясь отправиться в следующий день беседовал с ними и продолжил продолжить слово до полуночи в горнице где мы собрались было довольно светильников во время продолжительной беседы Павловой один юноша именем Евтих сидевший на окне погрузился в глубокий сон и пошатнувшись сонный упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым Павел сойдя пал на него и обняв его сказал не тревожьтесь ибо душа его в нем и взойдя взойдя и преломив хлеб и вкусив беседовал довольно даже до рассвета и потом вышел между тем отрока привели живого и немало утешились мы пошли вперед на корабль и поплыли в Асин чтобы взять оттуда Павла ибо он так приказал нам намеревая сам идти пешком когда же он сошелся с нами в Асин то взяв его мы прибыли в Митилину и отплыв оттуда в следующий день мы остановились против Хиоса и на другой пристали к Самосу и побыв трагереем в следующий день прибыли в Милит ибо Павлу рассудилось миновать Ефес чтобы не замедлить ему Васи потому что он поспешил если можно в день Пятидесятницы быть в Иерусалиме из Милита же послав Ефес он призвал присвятеров церкви и когда они пришли к нему он сказал им вы вы как я с первого дня который пришел Васи все время был с вами работая Господу со всяким смиренно мудрием и многими слезами среди искушений приключающихся мне в злоумышлении по злоумышлениям иудеев как я пропустил ничего я не пропустил ничего полезного о чем вам не проповедовал бы к чему не учил вас всенародно и по домам возвещая иудеям и еринам покаяние пред Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа и вот я ныне я по влечению духа иду в Иерусалим не зная что нам встретиться что там встретиться со мною только дух святый во всем городам свидетельствует говоря что узы и скорби ждут меня но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью только бы с радостью совершить поприще мое и служение которое я принял от Господа Иисуса проповедать Евангелие благодати Божией и ныне вот я знаю что уже не увидите лица моего все вы между которыми ходил я проповедуя Царствие Божие посему свидетельствую вам нынешний день что чист я от крови всех ибо я не упускал возвещать вам всю волю Божию и так внимайте себе и всему стаду в котором Дух Святой поставил нас блестителями пости церковь Господа и Бога который он приобрел себе кровью Сводею ибо я знаю что по отшествии моем войдут к вам лютые волки нещадящие стадо и из вас самих восстанут люди которые будут говорить превратно чтобы увлечь учеников за собою посему бодрствуйте памятуя что я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас и ныне предаю вас братья Богу и слову благодати его могущему наследать вас более и дать вам наследие со всеми священными освященными ни серебра ни золота ни одежды я ни от кого не пожелал сами знаете что нуждам моим и нуждам бывших при мне послужили руки Моисии но всем показал я вам что так трудясь надо поддерживать слабых и памятовать слова Господа Иисуса ибо Он сам сказал блажение давать нежели принимать сказав это Он преклонил колени свои со всеми ими помолился тогда немалый плач был у всех и падая на выю Павла целовали его скорбя особенно отсказанных отсказанного им слова что они уже не увидят лица его и провожали его до корабля когда когда же мы расставшись с ним отплыли то прямо пришли в Кос на другой Денебродос и оттуда в Потару и найдя корабль идущий Финикию взошли на него и отплыли быв ввиду Кипра и оставив его слева мы плыли в Сирию и пристали в Тире ибо тут надлежало сложить груз с корабля и найдя учеников пробыли там семь дней они по внушению духа говорили Павлу что он не ходил в Иерусалим проведя эти дни мы вышли и пошли и нас провожали все с женами и детьми даже за город а на берегу преклонив колено помолились и простившись друг с другом мы пошли в корабль и они возвратились домой мы же совершив плавание прибыли истера в то лимаиду где приветствовал братьев пробыли у них один день а на другой день Павел и мы бывшие с ним выйдя пришли к Исарию и войдя в дом Филиппа благовестника одного из семи диаконов остались у него у него было четыре дочери девицы пророчествующие между тем как мы прибыли у них многие дни пришел из Иудеи некто пророк именем Агав и водя к нам взял пояс Павлов и связав себе руки и ноги сказал так говорит Дух Святый мужа чей этот пояс так свяжут в Иерусалиме иудеи и придадут в руки язычников когда 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 мы услышали это то и мы и тамошние просили чтобы он не ходил в Иерусалим но Павел в ответ сказал что вы делаете что плачете сокрушаете сердце мое я не только хочу быть узником но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса когда же мы не могли уговорить его то успокоились сказав да будет воля твоя Господь после всех дней приготовившись пошли мы в Иерусалим с нами шли некоторые ученики из Кесарии провожая нас к некоему давнему ученику Мнасону Киприянину у которого можно было бы нам жить по прибытии в нашем Иерусалим братья радушно приняли нас на другой день Павел пришел с нами к Якову пришли и все присвитеры приветствовав их Павел рассказывал подробно что сотворил Бог у язычников служением его они же выслушав прославили Бога и сказали ему видишь брат сколько тысяч уверовавших иудеев и все они ревнители закона а тебе наслышались они что ты всех иудеев живущих между язычниками учишь отступлению от Моисея говоря чтобы они не обрезали детей своих и не поступали по обычаям и так что же верно соберется народ ибо услышит что ты пришел сделай же что мы скажем тебе есть у нас четыре человека имеющие на себе обет взяв их очисти с ними и возьми на себя издержки за жертву за них чтобы острикли себе голову и узнай все что слышанное имя о тебе несправедливо но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон о верующих язычниках не писали положив что они ничего такого не наблюдали а только хранили себя от идола жертвенного от крови от удавленина и от блуда когда Павел взяв тех мужей очистившись с ними в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения когда должно быть принесено за каждого за них приношение когда же семь дней оканчивались тогда осийские иудеи увидев его в храме возмутили весь народ и наложили на него руки крича мужей израильские помогите этот человек всех повсюду учит против народа и закона с места сего притом и еленов ввел храм и осквернил святое место сие ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали что Павел его ввел в храм весь город пришел в движение и сделалось в течение народа и схватив Павла повлекли его вон из храма и тотчас заперты были двери когда же они хотели убить его до тысячи начальника полка дошла вещь что весь Иерусалим избудился он тотчас взяв воинов и сотников устремился на них они же увидев тысячи начальника и воинов перестали бить Павла тогда тысячи начальник приближився взял его и велел сковать двумя цепями и спрашивал кто он и что он сделал в народе одни кричали одно а другие другое он же не мог же по причине смятения узнать ничего верного повелел везти его в крепость когда же он был на лестнице то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа ибо множество народа следовало и кричало смерть ему при входе крепость Павел сказал тысячу начальнику можно ли мне сказать тебе нечто а тот сказал ты знаешь по-гречески так не ты ли тот египтянин который перед семи днями произвел возмущение возмущение вывел в пустыне четыре тысячи человек разбойников Павел же сказал я иудеянин торсянин гражданин небезосветного небезосветного киликийского народа города прошу тебя позволь мне говорить к народу когда же тот позволил Павел стоя на лестнице дал знак рукой народу и когда сделалось глубокое оболчание начал говорить на еврейском языке мужи и братья и отцы выслушайте теперь мое оправдание перед вами услышав же что он заговорил с ними на еврейском языке они еще более утихли он сказал я иудеянин родившийся в Тарсике Ликийском воспитанный всем городе при ногах Гамалиила тщательно наставленный в отеческом законе ревнитель по Боге как и все выныни я даже до смерти гнал последователей сего учения связывая и предавая в темницу и мужчин и женщин как засвидетельствуют о мне первосвященник и все старейшины от которых и письмена взяв к братьям живущим в Дамаске я шел чтобы тамошник привезти в оковах в Иерусалим на истязание когда же я был в пути и приближался к Дамаску около полу полудня вдруг осиял меня великий свет с неба я упал на землю и услышал голос говоривший мне Савл Савл что ты гонишь меня я отвечал кто ты господи он сказал мне я Иисус на заре которого ты гонишь бывшие же со мной свет видели и пришли в страх но голоса говорившего мне не слыхали тогда я сказал господи что мне делать господь господь сказал мне встань и иди в Дамаск и там тебе сказано будет все что назначено тебе делать а как я от славы света того лишился зрения то бывшие со мною за руку привели меня в Дамаск некто Анания муж благочестивый по закону одобряемый всеми иудеями живущими в Дамаске пришел ко мне и подойдя сказал мне брат Савл прозри и я тотчас увидел его он же сказал мне бог отцов наших предизбрал тебя чтобы ты познал волю его увидел праведника и услышал глаз из уст его потому что ты будешь ему свидетелем пред всеми людьми о том что ты видел и слышал и так что ты медлишь встань крестись и омой грехи твои призвав имя Господа Иисуса когда же я возвратился в Иерусалим и молился в храме пришел я в выступление и увидел его и он сказал мне поспеши и выйди скорее из Иерусалима потому что здесь не примут твоего свидетельства о мне я сказал Господи им известно что я верующий тебя заключал в темнице и бил в синагогах и когда проливалась кровь Степана свидетеля твоего я там стоял одобряя убиение его истерег одежды побивавших его и он сказал мне иди я пошлю тебя далеко к язычникам до этого слова слушали его а за сим подняли крик говоря истреби от земли такого ибо ему не должно жить между тем как они кричали метали одежды и бросали пыль на воздух тысяченачальник повелел ввести его в крепость приказав бичевать его чтобы узнать по какой причине так кричали против него но когда растянули его ремнями Павел сказал стоявшему сотнику разве вам позволено бичевать римского гражданина да и без суда услышав это сотник подошел и донес тысяченачальнику говоря смотри что ты хочешь делать этот человек римский гражданин тогда тысяченачальник подойдя к нему сказал скажи мне ты римский гражданин он сказал да тысяченачальник отвечал я за большие деньги приобрел это гражданство Павел же сказал а я и родился в нем тогда тот час отступили от него хотевшие пытать его а тысяченачальник узнал что он римский гражданин испугался что связал его на другой день желая достоверно узнать в чем обвиняют его иудеи освободил его от таков и повелелся братьям первосвященникам и всему Синедриону выведя Павла поставил его перед ними Павел устремит предстоящее сказали первосвященника Божия поносишь Павел сказал я не знал братья что он первосвященник и бы написано начальствующего в народе твоем не злословь узнав же Павел что тут одна часть саддукеев а другая парисеев возгласил в Сиренедрионе мужи братья я парисей сын парисея с отчаяния воскресения мертвых с меня судят когда же он сказал это произошла расприя между фарисеями и саддукеями и собрание разделилось ибо саддукея говорят что нет воскресения ни ангела ни духа а фарисеи признают и то и другое сделался большой крик и встав книжники фарисейской стороны спорили говоря ничего худого мы не находим в этом человеке если же дух и ангел говорил ему не будем противиться Богу но как надзор увеличился то тысячи начальников опасаясь что они чтобы они не растерзали Павла повелел воинам сойти взять его из среды их и отвезти в крепость в следующую ночь Господь явившись ему сказал дерзай Павел ибо ты свидетельствовал о мне и в Иерусалиме так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме с наступлением дня некоторые иудеи сделали умысел и заклялись не есть и не пить доколе не убьют Павла было же более сорока сделавших такое заклятие они придя к первосвященникам и старейшинам сказали мы клятвую заклялись не есть ничего пока не убьем Павла и как ныне же вы с синебионом делаете знать тысяченачальнику чтобы он завтра вывел его к нам как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем мы же прежде нежели он приблизится готовы убить его услышав о своем умысле сын сестры Павловой пришел и войдя в крепость уведомил Павла Павел же признав одного из сотников сказал отведи этого юношу к тысяченачальнику ибо он имеет нечто сказать ему тот взяв его привел к тысяченачальнику и сказал узник Павел признав меня просил отвезти к тебе этого юношу который имеет нечто сказать тебе тысяченачальник взяв его за руку и отойдя с ним в сторону спрашивал что такое ты имеешь ты сказать мне он отвечал что иудеи согласились просить тебя чтобы ты завтра вывел Павла пред Синедрион как будто они хотят точнее исследовать дело о нем но ты не слухай их ибо его подстерегают более сорока человек из них которые заклялись не есть и не пить доколе не убьют его и они готовы теперь готовы ожидая твоего распоряжения тогда тысяченачальник отпустил юношу сказав никому не говори что ты объявил мне это и призвав двухсотников сказал приготовьте мне воинах пеших двести конных семьдесят и стрелков двести чтобы с третьего часа ночи шли к кесарю приготовьте же ослов чтобы посадив Павла перепроводить его к правителю Феликсу написал и письмо следующего содержания Клавдии Лисий достопочтенному правителю Феликсу радоваться всего человека иудеи схватили и готовы были убить я придя с воинами отнял его узнав что он римский гражданин потом желая узнать в чем обвиняли его привел его в синедрионных и нашел что его обвиняют в спорных мнениях касающихся закона и что нет в нем никакой вины достойной смерти или оков а как дошло до меня что иудеи замышляют на этого человека я немедленно послал его к тебе приказав и обвинителям говорить на него пред тобою будь здоров итак воины по данному им приказанию взяв Павла провели ночь в антиподриду повели ночью в антиподриду а на другой день предоставив конным идти с ним возвратились в крепость а те придя кесарию и отдав письмо правителю представили ему и Павла правитель прочитав письмо спросил из какой области и узнав что из геликии сказал я выслушаю тебя когда объявятся твои обвинители и повелел ему быть под стражу в иродовой притуре